Ранее заключенные договоры с Новоризанской ТЭЦ не отвечают интересам города. К такому выводу пришли в администрации на заседании рабочей группы. Тарифы на теплоноситель для потребителей за последние несколько лет выросли, в том числе из-за работ по модернизации и строительству новых мощностей Новоризанской ТЭЦ, заявил Владимир Бурмистров. Кроме того, была выведена из эксплуатации и приватизирована муниципальная турбина. В 2015 году такой вывод турбины произошел. Вот взамен мы получили рост тарифа, получили непонятную стоимость нового оборудования. И данное оборудование уже является собственностью общества с ограниченной ответственностью, а не муниципалитетом. Администрация считает, что это было сделано незаконно. Она уже передала материалы дела в региональное управление ФСБ, прокуратура, а также управление экономической безопасностью и противодействие коррупции МВД. В ходе заседания Елена Шаврина добавила, что по результатам проведенного анализа и принимая во внимание показатели финансово-хозяйственной деятельности Новоризанской ТЭЦ, установлено, что чистая прибыль общества с ограниченной ответственностью в десятки раз превышает размер арендной платы. Сумма оплаты не соответствует начисленной сумме. В 2016 году вообще оплата не производилась. Это связано с тем, что договора заключены таким образом, что предприятие имеет право уменьшать сумму начисленной арендной платы на те затраты, которые принесли по реконструкции, по модернизации. В ходе заседания были рассмотрены два плана мероприятий по расторжению соглашений о долевой собственности и арендных правоотношений с Новоризанской ТЭЦ. Данные планы мероприятий направлены, как минимум, на приведение соответствующих расчетных правоотношений к рыночным стандартам, возможно, расторжение данных договорных обязательств, ходатальство рабочей группы перед главой администрации о подписании и, соответственно, направлении в адрес ООН Новоризанской ТЭЦ, уведомление о расторжении соглашения о определении долей совместной собственности. Далее, по факту рассмотрения данных предложений со стороны администрации, будут приниматься процессуальные решения, в том числе возможные обращения в суд для принятия процессуальных решений. Я думаю, нужно поддержать администрацию в этом очень сложном вопросе. Это будет хорошо для города, для нашего налогообложения. Я думаю, что те деньги, которые мы недополучали, на них можно будет замечательно и город облагородить, и на дороге пустить. Город сам решит, куда можно. Это будет хорошо также для горожан, если остановится необоснованный рост тарифов, потому что тарифы очень большие и людям очень тяжело все это материально выполнить и заплатить в срок. Администрация в самое ближайшее время планирует расторгнуть договоры с Новоризанской ТЭЦ. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».